Так, начинаем по традиции с графика министра иностранных дел России. 8 ноября министр иностранных дел Российской Федерации примет участие в организуемом фондом поддержки публичной дипломатии имени Александра Михайловича Горчакова и германо-российским форумам очередном заседании подсдамских встреч. Тема конференции «Европа от Лиссабона до Владивостока. Безальтернативный путь к стабильности Европы». С момента создания в 1999 году площадка подсдамских встреч вплотно вплетена в ткани российско-германского межобщественного взаимодействия. Эта площадка, этот форум нашли свое достойное место в сегменте российско-германских форматов, диалоговых форматов. Традиционно эта площадка собирает наиболее ярких представителей политических, общественных, деловых кругов двух стран. Можно попросить? Ответьте, пожалуйста. И также я хотела бы сказать, что темами обсуждений в ходе этих встреч становятся наиболее злободневные и наиболее актуальные вопросы и проблемы. Данный формат представляет собой своего рода, можно сказать, барометр общественных настроений в России, в Германии. Можно также сказать, что на его площадке, в его рамках происходит такое оперативное реагирование на изменения в отношениях не только между нашими странами, но и, в принципе, на международной арене. Не станет исключением и нынешняя встреча. Она посвящена актуальной проблеме построения единого экономического, гуманитарного и военно-политического пространства от Лиссабона до Владивостока. И мы рассчитываем, что этой конференции, этому формату удастся внести свой вклад в содержательное наполнение данного блока вопросов. 9-11 ноября состоится рабочий визит в Российскую Федерацию министра иностранного дела и сотрудничества Республики Бенин. На 10 ноября запланированы переговоры министра Российской Федерации Сергея Лаврова со своим коллегой. Предполагается обсудить состояние перспективы развития российско-бенинского сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях. Конечно, будут сверены подходы двух государств к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Переходим к другим темам, которые стоят на повестке международных отношений. Я бы хотела сказать о том, что прежде чем перейти по традиции, к сожалению, ставшим наиболее актуальным сирийским вопросом, я хотела бы сказать несколько слов о председательстве России в Совете Безопасности ООН. 31 октября наша страна завершила председательство в Совбезе. Повестка дня Совета в этот месяц была весьма насыщенной. Исходя из приоритета формирования коллективных подходов для эффективного преодоления современных угроз и вызовов и последовательного наращивания сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями, российская делегация в качестве главного мероприятия месяца организовала насыщенные дебаты на тему сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями в поддержании мира и безопасности ОТКБ, ШОСТ, СНГ. Дискуссия в Совете продемонстрировала имеющийся серьезный потенциал для развития сотрудничества этих организаций с ООН по целому ряду направлений, включая противодействие вызовам угрозам терроризма, наркотрафика, радикализации и содействие в поддержании мира и безопасности. На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке целый ряд заседаний был посвящен ситуации именно в этом регионе, в частности, необходимости противодействию угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГИЛ. Значительное внимание было уделено, конечно, сирийскому сюжету. Дважды Совет брифинговал спецпосланник генсекретаря по Сирии, господин Дамистура, который предложил план по освобождению Алеппо от боевиков Джабхата Нусры. По инициативе Франции 8 октября в СБ состоялось голосование по проекту резолюции по Сирии. Он был сфокусирован на прекращении действий авиации над Алеппо. По сути, текст резолюции грубо искажал реалии происходящего на земле. Мы об этом говорили. Игнорировал российско-американские договоренности от 9 сентября. Также этот проект не упоминал план Дамистуры. Фактически уравнивались в обязанностях правительственные войска с террористами Джабхата Нусры. Подразумевает, что и на последних также должно распространяться прекращение огня, что, конечно, противоречит ранее принятой резолюции Совета безопасности 2268. Российская делегация, как известно, проголосовала против этого документа, предложив принять подготовленный нами альтернативный и более реалистичный проект, призывавший к отмежеванию умеренной оппозиции от террористов. Как вы знаете, из-за сопротивления западных делегаций и их единомышленников этот документ не смог получить необходимую поддержку. Отдельно в фокусе внимания Совета находилась гуманитарная ситуация в Сирии. В ходе ее обсуждения дали критическую оценку о работе ООНовцев, которые фактически действовали под диктовку боевиков, которые засели в Алеппо. И, к сожалению, ООНовцы не сумели организовать медицинскую эвакуацию из города. Тоже это оперативно комментировали. Обсуждение химического досье было ознаменовано выходом 4-го доклада совместного механизма ОЗХООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, содержание которого нельзя назвать убедительным с точки зрения фактологии и методологии работы. Совет безопасности принял резолюцию с кратким техническим продлением действующего мандата до 18 ноября. На последней неделе российского председательства СБ принял заявление для опрессы с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске. Такое заявление наша делегация предложила и в начале месяца, как вы помните. Однако тогда оно было заблокировано. В том заявлении, которое принято было, содержится призыв к расследованию нападений на школы в Идлибе и западном Алеппо. 31 октября Совет безопасности обсудил обстановку в Йемене. Спецпосланник генсекретаря представил дорожную карту мирного урегулирования. Затрагивалась и катастрофическая гуманитарная ситуация в этой стране. Совет принял резолюцию 23.12 с осуждением незаконного перемещения мигрантов из Ливии торговли людьми как фактор подрыва процесса стабилизации в этой стране и призвал страны-члены организации обмененных наций сотрудничать с правительством Ливии в пресечении этого явления. Пристальное внимание Совет безопасности за октябрь уделил положение в Дарфуре, Южном Судане, а также другим конфликтным ситуациям в Африке. Мали, Западная Сахара, Царь, Демократическая республика Конго, Гвинея Бесау, Бурунди. Состоялись дебаты по обстановке в Гаити. Была принята резолюция 23.13 по продлению мандата миссион по стабилизации в Гаити до апреля 2017 года. СБ в своем заявлении для прессы решительно осудил попытки запуска КНД-баллистической ракеты вопреки ряду резолюций Совета безопасности. Дело о защите женщин и повышении их роли в предотвращении и урегулировании вооруженных конфликтов и постконфликтном восстановлении было посвящено открытое заседание СБ «Женщины, мир и безопасность». В нем приняли участие свыше 80 делегаций. Это заседание подтвердило пристальное внимание международной общественности к этой теме. В ходе российского председательства Совет безопасности завершил рассмотрение вопроса о выборе нового генерального секретаря ООН и уже 6 октября единогласно принял решение рекомендовать Генеральной Ассамблее ООН безальтернативную кандидатуру Антонио Гутерришо. Как вы знаете, тоже за ходом этого избирательного процесса очень внимательно следили. Россия в ходе председательства в Совете безопасности исходила из задачи подтверждения роли Совета как эффективного инструмента урегулирования конфликтов и координации усилий международного сообщества в ответ на глобальные вызовы современности. Теперь переходим непосредственно к глобальным вызовам современности. Ситуация, к сожалению, в Сирии очень тяжелая. Боевикам туристических организаций ИГИЛ Джабхат Фат Ашшам, бывшая Нусра, и им подобных группировок удалось воспользоваться действовавшей с 20 по 23 октября гуманитарной паузой, введенной для облегчения положения заблокированного в Алеппо мирного населения. Они перегруппировались, пополнили арсеналы, а затем попытались прорвать оборону сирийских правительственных сил, предприняв в этот период с 28 по 30 октября широкое наступление на западный Алеппо. В ходе ожесточенных боев террористы были остановлены и отброшены. Они понесли потери. Потери большие. Эти потери и в живой силе, и в технике. Хотелось бы подчеркнуть, что даже в этих условиях российская авиация не наносила ударов по восточному Алеппо. Они были остановлены еще 18 октября. Основная цель – дать возможность Соединенным Штатам выполнить взятые на себя обязательства по отделению так называемых «умеренных оппозиционеров» от террористов. Однако до сих пор этого не произошло. С учетом очевидного бездействия американских партнеров, российские военные по открытым каналам напрямую обратились к лидерам вооруженных формирований в Алеппо с призывом выйти из города, чтобы избежать возможных напрасных жертв. По-прежнему действуют 6 гуманитарных коридоров для мирных жителей и 2 для боевиков. По разным оценкам, в восточных кварталах Алеппо блокированы около 7 тысяч боевиков, которые продолжают неизбирательные обстрелы мирных кварталов западного Алеппо, убивают и калечат ни в чем не повинных людей. Просто несколько примеров. 27 октября террористы подвергли ракетно-минометному обстрелу школу в районе Хай-Аль-Андалуз. Погибло шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет. Среди жертв два брата и сестра из одной семьи. 30 октября снарядами кустарного производства, они были начинены отравляющими веществами, были обстреляны кварталы Хамдания и Дахияд-Аль-Асад на западе города. Отравление получили не менее 35 человек, двое умерли. 1 ноября боевикам был открыт огонь по отелю Шахба-Халяб, на территории которого расположены офисы ряда международных организаций. Зданию гостиницы причинен ущерб. По счастью, обошлось без жертв как среди мирного населения, так и уоновских сотрудников. Террористы категорически запрещают погибать западной Алеппо лицам старше 14 и моложе 55 лет. С детей же и стариков они требуют за выход из города порядка 300 долларов США. Вырученные средства боевики, как мы понимаем, намерены потратить на новые перевооружения и новые акции террора и насилия. Образили внимание на слова официального представителя генерального секретаря ООН господина Стефана Дужарика. Он обвинил вооруженную оппозицию в Сирии в нарушении норм международного гуманитарного права в Алеппо. В заявлении ооновца подчеркивается, что большое количество жертв среди мирного населения объясняется в том числе тем, что вооруженные группы оппозиции игнорируют фундаментальные основы международного гуманитарного права в плане запрета неизбирательных атак и необходимости соблюдения принципов предосторожности и пропорциональности. Российские военные вместе со своими сирийскими коллегами нашли возможность ввести в Алеппо очередную гуманитарную паузу. Об этом вы знаете из регулярных сообщений и комментариев по линии Министерства обороны. Режим прекращения огня будет действовать с 9 утра до 19 вечера 4 ноября. Приходится констатировать, что полным ходом действует построенное на абсолютно неприкрытом лицемерии и двойных стандартах, хотя здесь уже сложно говорить о двойных стандартах, пропагандистская машина по такому очернению и просто, я бы сказала, о каком-то, есть такое слово замечательное, просто даже не подрыву доверия, а формирование всеми возможными методами какого-то такого агрессивного, вражеского и абсолютно несоответствующего истине лица и образа действия Российской Федерации на сирийском направлении. И в частности, контртеррористической операции в Алеппо, при этом выгораживая террористов, которые убивают мирных жителей, разрушают и грабят город. Утверждается, что террористы в Алеппо выгодно отличаются от террористов в иракском Масуле. Вы знаете, эти заявления были сделаны в том числе официальными лицами в ряде западных государств. Они также сказали, и также эти заявления вы видели, что уничтожение террористического актива в Масуле необходимо, а в Алеппо такой необходимости нет. Мы еще раз хотим сказать, заигрывание с террористами – это очень опасный путь. Вместе с тем, ситуация в Алеппо действительно отличается от той, которая создалась в Масуле, но не в плане отличия одних террористов от других. На самом деле, ситуация выглядит иначе. С точки зрения именно реального соблюдения международно-правовых норм по защите гражданского населения в зонах вооруженных конфликтов, и отличаются эти две ситуации. Я хотел бы напомнить, что Министерство обороны России обозначило по меньшей мере четыре таких различия. В Алеппо уже более двух недель не работает российская и сирийская авиация, а Масул ежедневно подвергается ударам американских бомбардировщиков. В Алеппо развернуты шесть гуманитарных коридоров для мирных жителей. В Масуле ничего подобного нет. В Алеппо остаются открытыми два специальных коридора для безопасного выхода боевиков с техникой и оружием из города в другие районы Сирии. В Масуле ведется война до полного истребления всех боевиков в городе. Наконец, в Алеппо работают представители Организации Объединенных Наций, Красного Полумесяца, других международных организаций, а также журналисты. В Масуле же нет такого гуманитарного присутствия и информационного освещения. Но что касается информационного освещения, то, конечно, беспрецедентный высокий уровень работы коллег из Министерства обороны делают всё, что происходит в районе Алеппо, в том числе и действия России, российских ВКС, просто открытыми, понятными, доходчивыми. Вы видите большое количество фото, видео, аудиоматериалов, практически в ежедневном режиме даются комментарии. Не просто идут ответы на вопросы журналистов. Вопрос идёт о том, что вся операция ВКС России, контртеррористические действия в этой стране объясняются и, самое главное, приводится в фактологический материал, включая, как я уже сказала, фото и видеоматериалы. На прошлом брифинге я кратко анонсировала и даже кое-что продемонстрировала. Речь идёт о фотоматериалах из перечня военных, тех самых военных акций, которые совершали Соединённые Штаты и союзники Соединённых Штатов Сирии, которые повлекли большое количество гражданских жертв и разрушений среди гражданской инфраструктуры. Вот этот перечень, эти фотоматериалы легли в основу белой книги по Сирии, которая была распространена российской стороной во Совете Безопасности ООН. В Госдепартаменте США по этому поводу сообщили, что знают о существовании белой книги, но не станут её комментировать. Очень странно получается, что Государственный департамент уделяет пристальное внимание просто состряпанным на коленке материалом, ну таких совершенно непонятно откуда взявшихся для обывателя, а для профессионала мы прекрасно понимаем, откуда берутся такие структуры, как Сирийская обсерватория по правам человека. Так вот, её материалы анализируются и комментируются, мало того, приводятся в качестве неоспоримых фактов. Точно так же Госдепартамент использует материалы белых касок, других сомнительных НПО. А вот подборку документальных свидетельств, которая была подготовлена официально и передана в качестве официального документа, в частности в Организацию Объединённых Наций и непосредственно в её Совет Безопасности, комментировать отказываются. Почему так происходит? Совершенно непонятно. Тем более, такие вопросы прозвучали. «Белая книга по Сирии» доступна в русской и английской версиях в виде баннера на главной странице официального сайта Министерства иностранных дел России. Мы призываем вас, мы призываем те средства массовой информации, которые находятся в Соединённых Штатах Америки, с ней ознакомиться. Возможно, появятся действительно конкретные, более конкретные вопросы к Вашингтону. И, возможно, вот эта цепная реакция как раз и приведёт к тому, что Госдеп начнёт её комментировать. Появятся вопросы у средств массовой информации. Возможно, только тогда Госдепартамент поймёт, что надо отвечать. Поэтому всё, что могли, мы сделали, но, ещё раз говорю, нельзя не видеть очевидного. Мы сделали подборку, мы сделали подборку материалов и официально её распространили. За эти материалы российская сторона несёт ответственность. Я просто говорю это для того, чтобы ещё раз подчеркнуть, что они комментируют всё, что только появляется в публичном пространстве, совершенно носят эти источники сомнительный характер, они неперепроверяемые, они не подтвердили свою работу как надёжные источники, при этом они постоянно цитируются в Госдепартаменте. Переходим к другой теме, но она уже так или иначе была мной затронута. Развитие ситуации вокруг Масула, Ирак. Ситуация остаётся исключительно сложной. Передовые части иравской армии в координации с отрядами народного ополчения и курской самообороны после двухнедельных боёв вошли в расположенную на левом берегу реки Тигр восточную часть города. Там им удалось отбить у игиловцев здание местного телецентра. Дальнейшему продвижению мешает плотная застройка и эшелонированная оборона боевиков ИГИЛ с активным задействованием снайперов. На других направлениях боестолкновения по-прежнему ведутся на подступах к Масулу. Количество освобождённых от террористов населённых пунктов вокруг города перевалило за сотню. Статистика количества уничтоженных боевиков разнится в зависимости от источников. Растёт также число погибших иракских военнослужащих и ополченцев. Точные данные отсутствуют. Между тем, головной болью для правительственных сил, как и в сирийском Алле, поставятся применения игиловцами, начинённых взрывчаткой бронемашин под управлением террористов-смертников. В контексте происходящего в Масуле и вокруг него с тревогой отмечаем дальнейшую деградацию гуманитарной обстановки. Я уже кое-что об этом сказала. Хотела бы более подробно остановиться на этой теме. По нарастающей идёт поток жителей, которые бегут из города и его окрестностей. С начала кампании зону боевых действий покинули, по оценке Международной организации по миграции, около 20 тысяч человек. Однако реальные цифры, скорее всего, значительно выше. Наряду с репрессиями игиловцев мы видели сообщения о казнях, массовых казнях. Речь идёт о том, что нами зафиксировано более 500 подобных зверств. Так вот, наряду с репрессиями, о которых я сказала, бежать из Масула его жителей вынуждают. И, конечно, усиливающиеся абсолютно непропорциональные бомбардировки авиации антиигиловской коалиции, которые возглавляет Вашингтон. Объектами, к сожалению, к нашему большому сожалению, объектами этих бомбардировок чаще всего становятся жилые кварталы и гражданские учреждения. В этой связи вновь призываем Соединённые Штаты Америки и их союзников действовать ответственно, не допуская непропорционального использования силы, как это уже неоднократно было в прошлом, в том числе и в самом Ираке. Предвыборные соображения и такая явная торопливость Вашингтона не должны заслонять задачу сохранения жизни мирных иракцев. Следующая тема. Переходим к другому региону, но тоже, к сожалению, нестабильному. Мы обратили внимание на очередной доклад Управления ООН по наркотикам и преступности, который посвящен проблеме производства опия в Афганистане. Констатируем, что наркоситуация в стране по сравнению с прошлым годом деградировала. Особую беспокойность вызывает четырёхкратный рост наркоплощадей в северных провинциях Афганистана. Они граничат с нашими центрально-азиатскими партнёрами, при том, что традиционно основное производство опия сосредоточено в южных и западных провинциях страны. Новый доклад этой уоновской структуры вновь наглядно продемонстрировал неспособность афганских властей при попустительстве сил международной коалиции и эффективно решать задачи борьбы с производством и распространением наркотиков. Об этом, в частности, свидетельствует сокращение количества уничтоженных наркопассивов на 91% с 3700 гектаров до 355 гектаров. Как известно, проблема распространения опия афганского происхождения квалифицируется организацией объединённых наций как угроза международному миру и стабильности. В этом контексте следует напомнить, что помимо своей прямой опасности, прямого вреда, наркопроизводство обеспечивает существенную финансовую подпитку терроризму. До 35-40% средств на цели экстремистов поступает именно от наркоторговли, которое абсолютно, как мы видим, лишено какого-либо контроля и ситуация лишь деградирует. Мы рассчитываем на то, что власти Афганистана при поддержке иностранных военных контингентов в этой стране и международного донорского сообщества предпримут необходимые шаги для активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Россия вносит свой весомый вклад в усилия по борьбе с производством и распространением наркотиков афганского происхождения. В частности, в текущем году на поддержку региональной программы управления ООН по наркотикам и преступности для Афганистана и соседних стран было выделено 300 тысяч долларов. И еще 300 тысяч долларов в качестве первого траша для реализуемого под эгидой этой организации проекта «Продовольственная зона Бадахшана». Также продолжаем реализацию проектов по обучению на бюджетной основе в профильных российских вузах сотрудников афганских силовых ведомств, в том числе наркополицейских. Проект по содействию в подготовке антинаркотических кадров Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии до апреля 2014 года, который реализовывался под эгидой Совета России-НАТО и приостановленный по инициативе НАТОвцев в настоящее время, осуществляется нами совместно с этой ООНовской структурой, которая выступает в роли координатора. «Готовы и далее сотрудничать с афганской стороной и другими международными партнерами в целях эффективной борьбы с наркоугрозой». И еще один комментарий по не столько ситуации в этой стране, сколько истории, не такой давней истории того, что было на территории Афганистана. Мы обратили внимание на появившиеся в ряде средств массовой информации сообщения о намерении Международного уголовного суда начать полное расследование возможных военных преступлений в Афганистане, в совершении которых подозреваются американские военные. 15-летняя история, контртуристическая операция США и НАТО в Афганистане, как вы знаете, изобилует такими примерами. Достаточно вспомнить самые резонансные из них. Так, в результате бомбардировки участников свадебной церемонии в провинции Кандагар в ноябре 2008 года погибло около 100 мирных жителей. В основном это были женщины и дети. Бомбовый удар ВВС США в провинции Герат в том же году унес жизни около 100 мирных жителей. Нельзя не упомянуть о трагическом событии октября 2015 года, когда в результате авиаудара по больнице Международной организации врачей без границ в городе Кундуз погибли более 20 медицинских работников и пациентов. И около 40 человек получили ранения. Хотели бы подчеркнуть, что ни по одному из таких случаев не было проведено объективное расследование и никто не понес наказание. Я видела комментарии американских коллег, сотрудников Госдепа о том, что вот в отличие от, в частности, Российской Федерации, американцы всегда признают свои ошибки. И что дальше? Ошибки важно признавать для того, чтобы, а, их в дальнейшем не совершать, и, б, для того, чтобы их анализировать, находить виновных и делать так, чтобы люди не чувствовали себя безнаказанными и не было бы примата безнаказанности из-за того, что виновные не несут ответственности. И первый и второй пункт не работают, совершаются ошибки снова и снова, никто не несет никакой ответственности, ни личной, ни персональной, ни на уровне государства. Никто не требует, никто не ждет и не требует, так сказать, какой-то жестокости в отношении людей, которые стали причиной или действия и решения которых повлекли многочисленные жертвы среди мирного населения. Но государство обязано нести ответственность за свои действия. Если вы не хотите наказывать своих людей, вы должны нести ответственность как государство. По крайней мере, международное сообщество должно понимать, так сказать, куда движутся в этом направлении Соединенные Штаты и их союзники. В этой связи вспоминается эпизод. Да, я еще хотела бы добавить, что родственники жертв и пострадавшие от действий и Соединенных Штатов, и западных союзников в большинстве случаев не получили вообще никакой помощи. Мы все прекрасно понимаем, что здесь важно все. Здесь важна и помощь в виде содействия. Здесь, конечно, безусловно, имеет значение и материальный аспект, ведь речь идет о стране, которая просто... Я даже не могу назвать, какой этап из новейшей истории жила в мире и благополучии. И, конечно, это, безусловно, моральный фактор, когда за совершенные преступления против гражданских лиц никто не несет никакой ответственности. И в этой связи вспоминается эпизод с недавним решением Верховного федерального суда ФРГ, который отказался выплатить компенсации родственникам жертв авианалета НАТО на город Кунду с сентября 2009 года. Он был осуществлен по приказу командующего региональным военным контингентом Альянса. Непосредственно речь идет о германском полковнике Кляйне. Тогда погибло, опять же, около 100 человек, в основном мирные жители. Со своей стороны мы приветствуем инициативу Международного уголовного суда. И считаем, что объективное рассмотрение преступных насильственных действий иностранных, и в том числе американских военных в Афганистане, позволит избежать повторения случаев гибели мирных афганцев в ходе боевых действий. Следующая тема, которую я хотела бы затронуть. Нас просили прокомментировать ситуацию в связи с годовщиной крушения российского самолета в Египте 31 октября 2015 года. Мы получили большое количество запросов от средств массовой информации. Я хотела бы напомнить об этой трагической странице в истории. 31 октября 2015 года в Египте произошла самая страшная трагедия в истории гражданской авиации нашей страны. На Синайском полуострове в результате теракта потерпел крушение самолета российской компании «Коколымавиа». Погибли все находившиеся на борту 224 человека, включая 25 детей. 8 ноября 2015 года был издан указ президента Российской Федерации, в соответствии с которым был введен временный запрет на осуществление воздушных перевозок граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет. В исполнении указа Минтрансом России, во взаимодействии с МИДом России и другими заинтересованными ведомствами была развернута планомерная и интенсивная работа с египетской страной по повышению уровня авиационной безопасности. Был принят совместный план комплексных мероприятий, реализация которого призвана существенно повысить уровень безопасности в аэропортах таких городов, как Каир, Хургада, Шармашейх, а также создать условия, не допускающие повторения трагедии 31 октября 2015 года. Значительная часть положения этого плана уже реализована. Параллельно сторонами прорабатывается проект специального межправительственного протокола, подписание которого даст возможность российским специалистам более активно участвовать в практической работе в аэропортах Египта по обеспечению безопасности российских граждан. Одновременно в России и в Египте следственными органами ведется расследование уголовного дела по факту катастрофы российского авиалайнера. Крайне важно установить все обстоятельства этой трагедии, выявить ее виновников, которые должны понести заслуженное наказание. Успешное завершение работы по обозначенным направлениям позволит создать необходимые условия для возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами и безопасного пребывания российских граждан на египетских курортах. Другая тема, на этот раз мирная. Я хотела бы сказать о решении по созданию морского охраняемого района в море Росса. На 35-м совещании комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, Антком, прошел с 17 по 28 октября в Австралии, было принято решение о создании морской охраняемой зоны, морского охраняемого района в море Росса, вступает в силу 1 декабря 2017 года. Принятие такой меры, идущей в русле осуществления международных правовых обязательств по созданию морских охраняемых районов в различных частях Мирового океана, важно в контексте необходимой должной охраны окружающей среды Антарктики и комплексного сохранения ее морских живых биоресурсов. В то же время для России, как государства, традиционно ведущего рыболовный промысел в этом регионе, важно было обеспечить наши законные права и интересы в этой сфере. В этой связи нами был поставлен ряд вопросов относительно условий создания упомянутого района, его режима, географических, временных и иных параметров. В итоговом решении 35-го совещания комиссии, на наш взгляд, был найден устраивающий все стороны баланс базовых интересов охраны окружающей среды и устойчивое использование морских биоресурсов Антарктики на основе наилучших имеющихся научных данных. Так, в частности, ключевыми элементами решения считаем особый правовой режим специальной исследовательской зоны. Это участок морского охраняемого района, где допускается ограниченный вылов рыбы. И сокращенный до 30 лет срок ее действия, открытие для промысла районов за пределами морского охраняемого района, в котором в течение долгого времени были установлены нулевые квоты вылова и создание условий для проведения совместных международных морских научных исследований в морском охраняемом районе. Особое значение для нас имеет и то, что итоговое решение о создании морского охраняемого района в море Роса удалось принять именно в период председательства России в комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. И сейчас я попрошу коллегу, у нас небольшая для вас презентация. Мы представляем вашему вниманию новостной канал Министерства иностранных дел России в мессенджере Telegram. Мы его запустили. Там уже пару дней вас ждут новости. Они уже не новости, но сообщениями мы этот канал наполняли. Для удобства пользователей, которые активно интересуются внешнеполитической деятельностью Российской Федерации, мы открываем два канала на русском и на английском языках. Будет небольшая разница. Естественно, будет разница и по времени выставления материалов между русским и английским, потому что переводы все-таки требуют определенного времени. Эти каналы созданы, и этот способ коммуникации создан для всех желающих, для тех, кому это удобно, и для журналистов, и для обычных пользователей, просто для тех людей, которым удобно носить все новости в одном кармане, пользоваться различными устройствами. Подписавшись на канал, вы сможете в оперативном режиме получать информацию из первых рук. Это материалы по визитам министра, заявления, комментарии МИД, по актуальным вопросам международной повестки дня, двусторонним отношениям с различными странами мира. Все это будет, конечно, сопровождаться фото- и видеоматериалом. И в качестве дополнительного бонуса вместе с новостными каналами в мессенджере Телеграм мы также запускаем набор стикеров. Но это для особых ценителей, так сказать, всех современных способов коммуникации. Пожалуйста, будьте с нами на связи теперь и в Телеграм по соответствующим адресам. И мы готовы услышать ваши комментарии на этот счет, сделать работу более удобной, потому что, конечно, собственно говоря, в этом и есть основная наша задача, сделать внешнюю политику Российской Федерации понятной, в информационном смысле доступной не только экспертным политологам и журналистам-международникам, но и, так сказать, широкой аудитории. Я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Президент Пашар Асад в интервью сербской газеты «Политика» сказал, что Россия очень серьезно борется с терроризмом и настроена продолжать борьбу против террористов, в то время как США хотели бы использовать террористов для достижения своих целей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на эту неделю сказал, что мы раньше говорили о том, что, судя по всему, США и их союзники либо не могут, либо не хотят отмечивать умеренных от Джабхата Нусла. Теперь, видимо, нужно уже говорить о том, что они реально не хотят. Как вы могли, пожалуйста, более расширенно объяснить? Вы знаете, это надо говорить даже не столько нам, сколько нам нужно читать новости, потому что даже с сегодняшний день я видела заявления, которые пошли по каналам западных информационных агентств со ссылкой на вот эти вот бандформирования, неких умеренных, неумеренных, о том, что они отказываются использовать гуманитарную паузу, отказываются выходить из Алеппо. Это очень агрессивные комментарии, которые были даны. Я не могу ручаться в их абсолютной достоверности, потому что мы о них слышали и читали их в заявлениях, в сообщениях западных информационных агентств, не слыша напрямую непосредственно от бандформирований. Но это, собственно говоря, показывает то, о чем мы говорили, что основная задача тех, кто там окопался, это, конечно, не забота о жителях Алеппо, это, конечно, ставит крест на всех заявлениях, как самих этих формирований, так и тех, кто стоит за их спинами, о том, что бомбардировки ВКС и сирийской армии нужно было прекратить для того, чтобы вывезти раненых. Никаких раненых оттуда не вывозят. Вот, еще раз говорю, что зверство не столько в физическом понимании, сколько в морально-этическом, это действительно зверство, это уже какой-то, знаете, из мира животных, когда людям, которые пытаются покинуть то место, в котором уже столько времени идет бойня, с них же еще требуют деньги за выход. Это, ну, действительно, это уже какой-то животный уровень, это к человеческому бытию, сознанию не имеет никакого отношения. Поэтому все это доказывает то, о чем мы говорили. Цель у боевиков одна, цель, видимо, война до победного конца. Им не нужна Сирия демократическая, потому что в демократическом государстве оно выстраивается на общечеловеческих ценностях, оно не может быть выстроено на гибели такого количества мирного населения или удержания мирного населения в заложниках, а по сути это и происходит, они держат мирное население просто в заложниках. О каком демократическом будущем Сирии можно говорить? Ведь вы понимаете, западный мир подписался в рамках МГПС, резолюции Совбеза, западный мир подписался под будущим Сирии как демократического государства. Кто же, с точки зрения западных государств, будет там строить эту демократию? Вот эти вот головорезы, которые издеваются и над людьми, не дают им выйти и, так сказать, заявляют о том, что настроены решительно идти до побед, до полного уничтожения. Причем они даже и не стесняются говорить о том, что под полным уничтожением они действительно подразумевают полное уничтожение государства, то есть сирийской государственности. Они это и не скрывают. Это хотят не видеть наши западные коллеги, но сами боевики, они этого не скрывают. Они говорят о том, что вся государственная модель должна быть полностью уничтожена. Это вот эти люди будут строить демократическое государство. Мы видим пример Ирака, мы видим пример других стран. Какое построено там, вот, например, и по Масулу, например, очень можно хорошо посмотреть, как построено демократическое государство там. Поэтому, что можно сказать? Мы об этом и говорим, это не двойные стандарты уже, конечно. Это четкое проведение своей линии. Где-то оно уже даже не скрывается за каким-то лицемерием. Это просто лобовая атака. Это желание сохранить эти бандформирования, которые должны осуществить то, о чем было сказано какое-то время назад, сменить режим. Здесь, к сожалению, каких-то сомнений становится все меньше и меньше. Да, пожалуйста. Вадим Гайф, телеканал «Звезда». Мария Владимировна, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссон в интервью американскому телеканалу Sky News заявил, что миру сейчас необходимо решительное глобальное лидерство США и что США должны стать таким, ну, неким мировым жандармом, чтобы навести везде порядок и восстановить мировое право. Вот как вы можете это прокомментировать? Я просто хотела бы обратить ваше внимание на то, что речь идет не просто о политологии или о каком-то маргинале. Речь идет о человеке, который многие годы возглавлял Североатлантический альянс. Мы должны понять, и это очень яркий пример. К сожалению, такие вещи, я думаю, что, к сожалению, для западного мира, они начинают прорываться наружу все больше и больше. Вот именно такие люди отбираются для того, чтобы возглавлять международные структуры, международные организации, которые контролируются Соединенными Штатами Америки. Вот именно такие люди продвигаются в европейских политических элитах. Многие из них занимают действительно очень ответственные, связанные с вопросами безопасности и стабильности, посты на североатлантическом пространстве. Вот люди с таким менталитетом, человек, который полагает демократические основы мироустройства единственно возможными, никогда не будет говорить о необходимости создания некой жандармерии глобального масштаба. Это исключено. Ведь вы вспомните, о чем говорил мир еще, в том числе наши европейские коллеги, еще 10-20 лет назад. О правовых основах, об основах сотрудничества, о равенстве. Я просто хочу сказать, что многие страны европейские до сих пор строятся, основной идеологией многих европейских стран являются принципы равенства и братства. Причем не только внутри одного государства, но и они точно так же транслируют эти идеи на весь мир. И тут человек, который многие годы отвечал за формирование атмосферы доверия, безопасности и стабильности на пространстве Евроатлантики, рассказывает то, что, видимо, все эти годы было у него в голове. Придумать какую-то систему жандармерии общего мирового масштаба и поставить туда одно государство, которое будет контролировать весь остальной мир. Здесь речь идет именно о контроле, о желании существования некого такого большого брата, который будет за всеми приглядывать. Это не имеет никакого отношения к решению международных вопросов, которым мог бы заняться, допустим, могла заняться та или иная страна. Почему? Нынешний уровень вызовов, угроз, с которыми столкнулся мир, однозначно доказали в одиночку не справиться. Ну, нет примеров удачного решения каких-либо глобальных кризисов. Даже мы не говорим о терроризме, мы говорим, например, о таком явлении, как проблематика иранской ядерной программы. Если бы вот этот некий мировой жандарм в лице Соединенных Штатов был допущен или бы ему было делегировано право в одиночку решать эту ситуацию, мне страшно подумать, к чему бы пришла вся эта ситуация. Это была бы, наверное, я больше чем уверена, была бы еще одна война. Слава Богу, не было на тот момент озвученной идеи о необходимости создания мирового жандарма и наделения Соединенных Штатов этими функциями. И поэтому эту ситуацию разрешали коллективно при очень большой, значительной роли Европейского Союза, при активнейшей роли и содействии Российской Федерации в рамках шестерки. Шестерка – это был разный взгляд различных регионов мира, различных стран на эту ситуацию. И только так мы достигли действительно успешного разрешения. Еще не все то, о чем договорились, реализовано, но, по крайней мере, мирный путь не просто выбран, по нему уже идет международное сообщество, и цель понятна и очевидна – разрешение ситуации, кризиса ситуации так, чтобы каждая сторона получила то, к чему стремится, чтобы интересы всех соблюдались, и при этом, так сказать, не было… Это было решение долгосрочное. Вот один из примеров. Афганистан, только что говорили. Вот была мини-модель не в контексте всего мира, но на конкретном примере мы видели, что действительно американцы взяли на себя роль такого жандарма, который делегировал сам себе, но в том числе и делегировал, потому что был соответствующий мандат Совета безопасности, разрешение ситуации в этой стране на террористическом направлении. Я вам привела цифры по, так сказать, ситуации с наркотиками в этой стране, по производству наркотиков. Мы все прекрасно знаем, это доказанный факт, что именно наркотики – это, так сказать, верный спутник терроризма, международного терроризма. Наркотрафик спонсирует международный терроризм. Во многом наркотики являются стимулирующим средством по рекрутированию людей, когда их подсаживают, и потом они становятся смертниками и так далее. Рост производства наркотиков увеличился в разы. Ведь увеличился не только площади, увеличился просто объем производства прекурсоров. Никто не контролирует ситуацию в принципе. Терроризм только вырос в этой стране. Такого раньше не было. Вот, пожалуйста, еще один вам пример. Это другой, это антипример того, как в отличие от ситуации, когда Соединенным Штатам не дали стать международным жандармом по решению иранской ядерной программы, то, например, Афганистан отдали, и Соединенные Штаты проявили себя в этом качестве. К чему это привело? Ведь, понимаете, одно дело европейцы или те же самые американцы, которые так или иначе, но не находятся в непосредственной близости от Афганистана. А другое дело мы. Или, например, Республики Средней Азии, которые напрямую страдают от того, что там происходит. И это вечная боль, это вечная проблема, потому что конца и края этому нет. Вот, извините, что так... Подробно. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Аравий Костер. Радио Ирана. Что принимается министерствами иностранных России и Ирана для отмены виз между нашими странами? Виз? Виз. Я конкретно уточню, что происходит на этом треке и, безусловно, вам отвечу. У меня просто сейчас нет обновленной информации на эту тему. Я обязательно вам отвечу дополнительно. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Агентство ТАСС Александра Урусова. Мария Владимировна, газета «Стампо» опубликовала материал, в котором утверждает, что Кремль влияет на проведение конституционного референдума. В Италии, в том числе через ресурсы канал «Раш Тодэ» и «Спутник». Как вы могли бы... И там тоже? Вот так пишет газета «Стампо». Как бы вы могли прокомментировать этот сериал? Спасибо. Это какая-то судьба. Вот вы сидите ровно на том месте, на котором сидела итальянская журналистка. Напомните, мне кажется, две или три недели назад. Вот, мне кажется, на этом же самом месте. И она задала вопрос относительно того, каково отношение и как относится Российская Федерация к проводимому в Италии референдуму. И я ей ответила. Те, кто присутствует, помнят это. Вы можете посмотреть синаграмму и видео. Я ей сказала, что это внутреннее дело Италии. И, мало того, она говорила о вопросах стабильности, безопасности. Не считаем ли мы, что такие референдумы ведут к какой-то дестабилизации ситуации и так далее. И я неоднократно повторила ей, что это внутреннее дело Италии, этого государства, проводить подобные мероприятия, узнавать о воле своего народа и так далее. Удивительно, что газета «Стампо» увидела все, кроме этого заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации. Все-таки мы здесь с вами собираемся открыто. Это не какие-то подпольные посиделки. В общем-то, весь мир слышит. Поэтому вполне можно было бы, мне кажется, газете «Стампо» найти эту цитату и сказать, хотя бы в противовес этой информации, что официальная позиция Москвы по этому поводу четко была изложена Министерством иностранных дел. Да, пожалуйста. Фуат Сафаров, агентство «Спутник». Мария Владимировна, представитель сирийского парламента Хадия Аббас в своем интервью агентства «Спутник» заявила, что Сирия перезнает Крым и отливает часть России. Могли бы комментировать? Второй вопрос. Буквально месяц назад господин Лавров принял послов исламского мира. В связи с этим хотелось бы спросить, как развивается отношение России с исламским миром? Что касается Крыма, мне кажется, это просто констатация очевидного. Крым является российской территорией, принятой не просто соответствующей закону, а он уже просто живет полноценной жизнью в составе Российской Федерации, испытывает наши общие радости, испытывает наши общие трудности. Это часть нашей не просто территории, это часть общества, это часть нашего народа. Здесь вопросов быть не может. Мы единый народ. Это было волей заявления Крыма, крымчан, которые пытались об этом сказать, докричаться до руководства своих властей со своими проблемами. Много лет пытались поставить этот вопрос в ходе референдумов, которые неоднократно проводились или попытки которых неоднократно предпринимались. Поэтому я думаю, что это просто констатация очевидного. Многие, я вам хочу сказать, что многие наши коллеги, в том числе и те самые, которые бесконечно нас критикуют и делают какие-то совершенно умопомрачительные заявления, в кулуарах в ходе переговоров абсолютно четко не просто признают, а говорят нам о том, что действительно этот вопрос уже де-факто закрытый. Но мы прекрасно понимаем, что, конечно, тему они эту будут развивать во всех аспектах и так далее. Что касается отношений России с исландским миром, то, вы знаете, оно идет по всем направлениям. Это и политика, и экономика, и гуманитарные связи в различных форматах. Это двусторонние отношения, участие в международных структурах, непосредственно тех структурах, которые являются объединением мусульманских государств. Где-то мы наблюдатели, где-то мы активно участвуем. Конечно, мы взаимодействуем и на различных гуманитарных площадках. У нас регионы очень активные, соответствующие регионы занимаются сотрудничеством очень активно и, по-моему, очень плодотворно. Даже не по-моему, это чуть-таки нескромно как-то сказала, не по-моему, а по мнению Министерства иностранных дел, и вообще оценка отдается регулярно. Мне кажется, это, кстати говоря, хороший вопрос. Надо просто мне больше рассказывать о том, какое сотрудничество по линии наших регионов ведется, в частности, с этими странами. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Несколько раз видел, что в России говорят, что после освобождения город Рака в Сирии США хочет создать курдовскую автономию для сирийских курдов. Например, так сказал Александр Бабаков, депутат в Госдуме. Как думает Россия, у США есть такие мысли? Россия думает в первую очередь о том, что будущее Сирии, как мы говорили неоднократно, это будущее демократического и целостного государства. Территориальная целостность Сирии – один из приоритетов, это одна из установок и предпосылок того, чем, собственно говоря, сейчас занимается Россия, которая борется с терроризмом в этом регионе. Будущее своей страны, политическая организация, политические реформы, новшество, нововведение, сохранение старой структуры и так далее – это все должны решать непосредственно сирийцы. Да, вместе и власть, и оппозиция, и те, которые находятся внутри страны, и те, которые были вынуждены уехать. Но, безусловно, это вопрос, который должны решать не за Сирию, а должна решать Сирия сама. Вот создать условия для нормального диалога внутри страны, а условия предполагают и борьбу с терроризмом, и, конечно, прекращение этого колоссального влияния и подпитки бандформирования извне – вот этим должно заниматься международное сообщество. А как Сирии жить и организовать свою жизнь внутри страны, этим должны заняться сирийцы. Что касается других разговоров, то, знаете, у нас государство, в котором все могут говорить. Есть официальная точка зрения – вот она должна быть и консолидирована, и проверена, и опираться на фактах. А есть различное общественное мнение, есть личное мнение каждого, есть мнение политиков, которые занимаются политической деятельностью. Я думаю, что вам нужно ориентироваться на официальную точку зрения. Что касается мнения, которые также высказываются, то, еще раз говорю, ну, мы страна, в которой можно высказывать точку зрения, любую точку зрения, естественно, в рамках российского законодательства. – Да, пожалуйста. – Да, добрый день. Корейская телерадиовещательная компания. Вы уже упомянули, что Россия завершила срок приседательства в Совбезе ООН. В связи с этим хотели бы задать вопрос, почему такой продолжительный срок занимает разработка резолюции Совбезе ООН относительно ядерного испытания Северной Кореи, и какие вопросы наиболее трудны для согласования? – Продолжительное время, потому что она должна работать. Эта резолюция не должна быть листком бумаги, она должна работать. Второй момент, потому что она должна работать именно в направлении недопущения подобных вещей, а не ухудшения, ну, например, в качестве примера, ухудшения жизни просто тех людей в стране, в Северной Корее, которые вообще, может быть, не имеют никакого отношения к этой проблематике и уж тем более не принимают решения, а их жизнь может быть поставлена просто в какие-то очень крайне тяжелые обстоятельства и ситуацию. Вот буквально несколько аргументов, но их много. Именно поэтому, потому что должна быть резолюция и рабочей, и отражающей ту цель, которая, в общем-то, никем и не оспаривается. Она должна заключаться в… А цель эта указана и, так сказать, разъяснена в соответствующих предыдущих резолюциях Совета Безопасности. Да, пожалуйста. Я, да? Да. Добрый день, Мария Владимировна. Вопрос от информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказ». Но не по Кавказу. В Бишкеке сейчас проходит совет главправительств стран-участниц ШОС. Известно вам, какие совместные инициативы в рамках организации разрабатываются Россией и Китаем? Известно ли, какие стран в скором времени могут пополнить ряды ШОС? И каковы в этом отношении позиции Ирана и Турции, можете узнать? Да, это очень масштабные… Давайте я возьму на поработку и на следующем брифинге я конкретно этой теме посвящу целый блок. Да, пожалуйста. В США часто очень говорят, в том числе и в силовых ведомствах, о том, что Трамп занимает пророссийские позиции. И имеет связи в нашей стране. Как бы вы могли прокомментировать это? И на Генассамблее ООН был принят проект резолюции о кибербезопасности, но в этот раз он был принят голосованием. Как вы считаете, почему он был поставлен на голосование? Если вы говорите о том проекте достижения в сфере информатизации и телекоммуникации, об этом, наверное, идет речь, то я просто хотела сказать, что на голосование он был поставлен по инициативе Украины. Планировала, что речь будет идти о консенсусном голосовании. Собственно говоря, в последние годы проект принимался без голосования при одобрении всеми участниками. Но в этом году Украина решила, как это подипломатичнее сказать, отличиться. И поставила все-таки этот документ на голосование. В результате... Нет, ну жалко, конечно, потому что это просто... Понимаете, это говорит, собственно говоря, об уровне посыла или об уровне работы, который ведется сейчас в Киеве. В результате, после того, как они продавили это решение о постановке этой резолюции на голосование, в поддержку документа выступило 177 государств, против ни одного. Но зато было одно государство, которое воздержалось. Подумайте, какое. Воздержалась Украина. Ну, просто чтобы вы понимали, да, против никого, но воздержалась Украина, которая наставила на голосовании. Я вам хочу сказать, что те, кто был в зале из наших сотрудников, мне просто рассказали, что такого смеха давно в зале не слышали. Причем речь идет о Первом комитете Генеральной Ассамблеи. Вот, собственно говоря, этим и была вызвана совершенно какая-то странная история. А, конечно, по итогам голосования про это, резолюция будет поставлен, представлен к Генеральному секретарю для утверждения на 71-й сессии Генассамблеи. Ориентировочно это произойдет в ноябре, в декабре. Я просто хотела бы сказать, что в этом году соавтором вот этого российского проекта стало 80 государств. Список есть, если вам интересно. Но он, в принципе, я думаю, что и уже опубликован. Сокращение по сравнению с прошлым годом числа соавторов российской инициативы с 84 до 80 было связано с отказом Соединенных Штатов конструктивно работать. Это речь идет о них и о нескольких государствах, на которые они соответствующим образом повлияли. И по нашему мнению, что все это, конечно, происходит на фоне осложнений российско-американских отношений. И, конечно, они не могли по политическим соображениям стать соавторами этого проекта, который был поддержан просто абсолютнейшим большинством. Но просто у нас уже был опубликован соответствующий комментарий, буквально два слова, просто сказать, о чем идет речь. Основная идея, которая была заложена в проект резолюции, стало закрепление в качестве главной задачи группы правительственных экспертов, он, приступивший к работе в августе 2016 года, выработку норм, принципов и правил ответственного поведения государства в информационном пространстве в контексте международной безопасности. Поэтому вот интересное дело у нас все время в кибератаках, так сказать, уличают. А на самом деле, когда речь идет о принятии соответствующего документа, так или иначе связанного с этой проблематикой, уходит в сторону. Ну, я думаю, что на самом деле, и может быть так, что и Соединенные Штаты за этим решением Украины даже стояли, а Украину выставили вот в том анекдотичном свете, о котором я сказала. Второй вопрос по Трампу, что его обвиняют в том, что он тоже, так сказать, управляется из Москвы. Ну, это, вы знаете, эти заявления, они анекдотичны, парадоксальны, и это же абсолютно четко понятная история, связанная с предвыборной кампанией. Она поддержана сейчас была и в Великобритании этими заявлениями руководителя МИ-5 о том, что Россия использует всю линейку для продвижения своей агрессивной политики и так далее, и так далее. Что касается политиков и заявлений о том, что предвыборных заявлений политиков антироссийской направленности, то я вам хочу сказать, что вы посмотрите историю, предвыборную историю Соединенных Штатов за последние, ну, не знаю, за последние десятилетия хотя бы. И очень интересная тенденция, вот очень интересная тенденция, что те, кто больше всех в своей предвыборной кампании ругали Россию сразу после выборов, искали возможности наладить мосты и развивать какое-то сотрудничество, находить точки для взаимодействия. Те же, это действительно тенденция, это факт, те же, кто в предвыборных выступлениях и в предвыборной риторике поступали вполне себе сносно или нейтрально в отношении к России, после выборов меняли свою позицию на диаметрально противоположную. И, к сожалению, в ходе своего правления только усложняли и ухуджали двусторонние отношения. Это очень забавная тенденция, посмотрите и сравните сами. Если нет больше вопросов... Да, пожалуйста, есть, вижу. Тогда Блиц, если можно. — Хауксун, Исландская радиотелевидение. Хотели бы про ООН прояснить, что Саудовская Аравия была принята в Совет по правам человека и Россия там выгнана? Или, то есть, проясните? Как вы могли по состоянию? — Вы знаете, а это прокомментировал уже Виталий Иванович Чуркин, что сказал по этому поводу, мне добавить, честно говоря, и нечего. К сожалению, конечно, мы понимали, что это была в том, что сейчас происходит, вот такая антироссийская возня, которая там была, но в этот орган избираются страны, они не назначаются. В какой-то год выбрались, в какой-то год не выбрались, как сказал Виталий Иванович, значит, в следующем году выберемся или в ходе следующего голосования. Что касается Саудовской Аравии, ну, еще раз говорю, речь идет о выборах, о неназначении. Конечно, вопросы есть, но я думаю, что вам лучше знать и, может быть, задать эти вопросы не так глобально, а конкретно по действиям Саудовской Аравии в контексте прав человека и адресовать их именно этой стране, а не нам. Да, пожалуйста. – Герман Порлов, Федеральное агентство новостей. Мария Владимировна, скажите, вот глава украинского Черномор-нефтегаза Светлана Нежно выразила недовольство по поводу добычи России 2 миллиардов кубометров природного газа в год на шельфе Черного моря. Вот как бы вы могли это прокомментировать? – Ну, пусть это прокомментируют те люди, которые занимаются профильной этой проблематикой. Я не являюсь специалистом в этой области, я думаю, что это лучше прокомментируют эксперты. Я вообще считаю, что такие вещи не должны политизироваться и должны разбираться именно экспертами и не доводиться до политического уровня и политической риторики. Я думаю, что эксперты и люди, которые занимаются этим непосредственно в состоянии компетентно разъяснить российскую позицию и, собственно говоря, российские действия. – Да, пожалуйста. – Николай Крысти, Болгарское радио. Скажите, Мария Владимировна, как вы видите сейчас отношения между Россией и Грецией после посещения министра Лаврова вчера, который был там, и насчет энергетическом плане турецкого потока? – В каком плане? – Энергетическом плане. – Вообще, вы знаете, то, что мы вчера увидели в Афинах, не могло стоять неравнодушным или не могло, конечно, не восхитить и порадовать, потому что это был исключительно теплый прием. Он был абсолютно, как вы понимаете, никаким образом не срежиссирован. У меня было такое ощущение, что просто все Афины так или иначе присутствовали на мероприятиях, где находилась российская делегация. Я большое за это спасибо, потому что это действительно была очень теплая атмосфера. Не только от руководства страны, но там, наверное, больше было прагматики, конкретного обсуждения и проблемных вопросов, и перспектив сотрудничества. Но вот от людей, которые связаны так или иначе с двусторонними отношениями, конечно, была очень сильная такая волна тепла и любви. Это мы точно почувствовали. Что касается энергетической проблематики, она обсуждалась, и министр сделал соответствующий комментарий на пресс-конференции. Поэтому вот к этому... Да, пожалуйста, давайте. Мария Владимировна, здравствуйте. Телеканал «Раши Тудей». Работает, да? У меня вопрос такой. Вот уже тема итальянского референдума прозвучала. Дело в том, что Джулия Нассанж в интервью нашему каналу, он подтвердил о том, что Россия не является источником сливов, если речь идет именно о американских выборах. Но тем не менее, представитель американской администрации президента господин Шульц сказал, что влияние России на американские выборы, оно не беспрецедентно. И Россия делала так уже много раз по всему миру. Вот как вы думаете, о чем он говорил? Как вы можете это прокомментировать? То есть, Обама тоже наш? У меня нет просто больше никаких комментариев, кроме этого вопроса. И скажите, пожалуйста, по поводу отказа боевиков покидать Алеппо. Они говорят, что… Я уже прокомментировала, извините, пожалуйста, уже ответила на этот вопрос. Телеканал «Альмаедин». Мария Владимировна, полиция безопасности Финляндии доложила парламенту о том, что граждане России скупают в Финляндии недвижимость, цитируя, для размещения там в кризисной ситуации военнослужащих безопознавательных знаков, как это уже имело место в Крыму. Прокомментируйте, пожалуйста. Ой, я вообще не знаю, как можно жить в таком ощущении постоянного страха, честно говоря. Мне кажется, что так реально недалеко до паранойи. Вот эта русофобия, мне кажется, те, кто ей занимаются, они не очень хорошо, они не отдают себе отчет, что бесконечно запугивая собственное население, они потом будут просто иметь проблемы, потому что на каком-то этапе фобии могут перейти просто в манию. Спасибо большое, до следующих встреч.